МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Лидского телевидения информационная программа события. В студии Павел Болейшис. Начинаем выпуск с анонса тем материалов наших корреспондентов. Здравствуй, лето! В Лиде Старт каникулам дал большой праздник, посвященный Дню защиты детей. Хорошее настроение и подарки для тех, кто в этом нуждается. В Лиде прошло мероприятие в рамках акции «Профсоюзы детям». Сквозь поколения Лидским государственным музыкальным колледжем реализуется проект «Наша память. Сильнее времени». В первый день лета в Беларуси отметили День защиты детей. По традиции в городском парке 1 июня организовали праздник для ребят. Он получился масштабным и красочным. Интерактивные площадки, мастер-классы, конкурсы и игры с юными элитчанами пообщалась и Вероника Левдорович. Красочное шоу, мастер-классы, игры, песни, конкурсы и танцы. Так в Лиде встречали первый день лета. Управлением образования Лидского райисполкома был организован праздник, посвященный Дню защиты детей. Планета детства, где интересно. И собрал он сотни мальчишек и девчонок. Уже по традиции подобные мероприятия дают старт летней оздоровительной кампании в нашем регионе. Так было и в нынешнем году. Уже с 3 июня начнут работу 33 лагеря с дневным пребыванием на базе учреждений общего школьного образования, а также 4 лагеря на базе учреждений дополнительного образования детей и молодежи. С 12 числа начнут работу летние лагеря труда и отдыха. С 11 числа начнут работать лагеря загородные. Это спутник и березка. Всего в текущем году планируют оздоровиться более 5000 ребят. В этот день территория парка буквально утопала в музыке, веселом смехе и море улыбок. На импровизированной сцене свое творчество сверстникам дарили лучшие детские коллективы района. Пока одни подпевали песни и танцевали вместе со сказочными героями, другие участвовали в конкурсах и мастер-классах. Территория парка была усеяна интерактивными площадками, организованными спасателями, госавтоинспекцией и учреждениями дополнительного образования. Большим интересом у детей пользовалась площадка Лицкого районного центра творчества детей и молодежи – лотерея караоке. В исполнении педагогов и учащихся гости праздника слушали любимые детьми и взрослыми песни. Почувствовать себя туристом, флористом или экологом гости праздника могли на площадках Лицкого районного центра экологии, туризма и краеведения. Здесь викторины, игры, выставки и, конечно же, мастер-классы. На нашей площадке по плетению трав из гобелена также было очень много желающих попробовать себя в роли флориста. И девочки, и мальчики с мамами, и с бабушками постигли азы такого мастерства. И я думаю, что им понравилось, и летом они продолжат это интересное познавательное занятие. Площадка Лицкого районного центра технического творчества приглашала детей своими руками смастерить воздушных змеев и бумажные самолеты. А еще здесь доступным, проще говоря, детским языком объясняли и показывали, что такое робототехника и программирование. Кстати, сегодня это одни из самых востребованных объединений по интересам в Центре технического творчества. Восторг, конечно же, вызывает больше робототехника, программирование, то, что дети могут создать собственными руками, запрограммировать. И эта модель будет выполнять их действия, какие-то работы. Также младший школьный возраст очень любит изготавливать модели из бумаги, раскрашивать их. Некоторые модели запускаются также с резиномотором. И дети всегда в восторге. Мы представили такие направления, как кибердетки. Мы рассказываем сегодня, в день детства, про кибербезопасность. В том, что лето должно быть не только веселым, но и безопасным, уверены и спасатели. На празднике, как и каждый год, у них своя интерактивная площадка. Дети смогли ознакомиться с устройством машины-спасателей, увидеть, какими спецсредствами пользуются работники МЧС, выезжая на ликвидацию чрезвычайной ситуации. Попробовать свои силы в веревочном городке и вспомнить правила безопасности в игровой форме. Основная цель – это обучиться, рассказать детям основные азы безопасности и также в преддверии летних каникул напомнить основные правила поведения на воде, основные правила поведения дома. На протяжении всего летнего времени у нас будет проходить акция «Каникулы без дыма и огня», и мы будем тесно взаимодействовать с учреждениями образования. Будем проводить мероприятия в детских оздоровительных лагерях в каждой смене. Пользуясь случаем, хотелось бы напомнить родителям, чтобы в очередной раз напомнили, объяснили, рассказали основные азы безопасности при проведении летних каникул. Не проходили ребята и мимо площадки госавтоинспекции. Каждый смог посидеть в служебном автомобиле, включить маячки и отдать команду по специальному громкоговорящему устройству. Правда, в праздник из него звучат не замечания участникам дорожного движения, а признания в любви самым родным и близким людям. Мама, папа, я тебя люблю. Дети с удовольствием сидели в служебном автомобиле, примеряя на себя роль госавтоинспектора. Много было желающих примерить специальное средство – бронежилет и защитный шлем. Я мечтаю стать милиционером, мне это очень нравится, я хочу спасать жизни людей. В игровой форме юным личанам инспектор ГАИ напоминал и о правилах дорожного движения. По делам госавтоинспекции Лицкого РОВД в летний период будет проводиться ширкомасштабная работа в детских оздоровительных лагерях с круглосуточным переланием, а также в детских оздоровительных лагерях, которые будут организованы при школах. Будет разъяснена детям тематика правил дорожного движения, а также соблюдение ими правил дорожного движения в качестве велосипедистов, пешеходов и пешеходов, передвигающихся на средствах персональной мобильности. Море эмоций и масса новых впечатлений, которых хватит надолго. Вот чем запомнится первый день лета юным гостям праздника. Очень весело, радостно, очень много мастер-класса, очень классные карусели, очень много людей. Все так красиво поют, мне очень лезть понравилось. Много очень всего можно увидеть, мне очень понравилось. Мы видели, как выступало очень много детей и сейчас пойдем на аттракцион. Тут продают сахарную вату и мы с мамой хотим покататься на каруселях. Мне очень нравится этот праздник, на открытии было очень весело, но мне больше всего нравится моя площадка, я хожу на кружок шахматов. Мне понравилась вот эта вот канатная дорога, на ней очень классно лазить. Все поют, танцуют, все веселятся тут. Мне здесь понравились парки аттракционов и весь этот парк, очень интересно и очень развлекательно. Сегодня классный праздник детства, мне он очень понравился. Здесь я встретила много своих знакомых, также я танцевала и этот праздник прям поднимает настроение. Мне очень здесь пара еще, круто. Я ела вкусное мороженое и сладкую вату, каталась на качелях и пела песенку. Я надеюсь, мое лето будет таким же классным, как этот праздник. Первый летний день для юных лечан стал интересным и насыщенным на события. Специалисты уверяют, постараются сделать все возможное, чтобы и каникулы детей были такими же яркими, интересными, полезными, а главное – безопасными. Праздничный старт лету. В Лицком социально-педагогическом центре состоялось мероприятие в рамках благотворительной акции профсоюза детям. Воспитанники центра, а это 11 ребят, принимали подарки от профессионального союза работников «Белпрофмаш». Каждому сладости и сувениры. А для укрепления материально-технической базы руководству центра вручили денежный сертификат. Кроме того, для ребят подготовили развлекательную программу с играми, конкурсами, песнями и аниматорами. Конечно, мы, Гродненская областная организация «Белпрофмаш» никогда не встаем в стороне. И вот всегда с радостью посещаем деток имени Лицкого педагогического социального центра для того, чтобы в начале лета сделать праздник деткам, для того, чтобы организовать им и сделать частичку счастья, которое они где-то недополучают в наших современных буднях. То есть каждый ребенок должен понимать, что он нужен, что он счастливый, что о нем заботится. Наша память сильнее времени. Творческий проект под таким названием реализуется Лицким государственным музыкальным колледжем. Он посвящен 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, музыкальное произведение, исполняемое Духовым оркестром учебного заведения и солистами Минской духовной семинарии под руководством Виктора Бельчицкого, знакомо многим. Данный проект осуществляется при поддержке и по благословению епископа Лицкого и Сморгонского Порфирия, а также епископа Новогрузского и Слонимского Гория. Серия концертных программ для силовых ведомств, ветеранов вооруженных сил, ветеранов Великой Отечественной войны и труда, а также учащиеся молодежи, включают в себя песни военных лет, музыку к советской киноклассике и произведения белорусских авторов. Репертуарный список оркестра весьма обширен. От юбилейного марша Глебова и Белой Руси Мулявина до хита советских времен «Время вперед» Сверидова. Каждая песня и каждая композиция в концертной программе настоящий шедевр со своей уникальной историей. Именно эти шедевральные произведения встали в строй и помогли белорусскому народу выстоять и победить с первых и до последних дней Великой Отечественной войны. Я считаю, что данные проекты – это самая эффективная форма гражданско-патриотического воспитания, так как она дает возможность донести объективную информацию о событиях тех лет. В настоящее время духовой оркестр ведет активную концертно-конкурсную и культурно-просветительскую деятельность. Выступление коллектива стало неотъемлемой частью торжественных мероприятий города и района. Через исполнение песен военного времени ребята выражают уважение героям войны и благодарность за мирное небо. Мне очень нравится играть в этом оркестре. Мы очень много трудимся. Мы в этом году очень много выступаем, особенно в честь 80-летия по освобождению Беларуси. У нас разнохарактерные произведения. Каждый год мы можем их менять. Одновременно мы можем брать и те же самые произведения, чтобы оставаться в помощи. В целом подготавливаемся мы упорно, с трудом. В духовом оркестре я играю на инструменте эйфониум. Это в простонародье баритон. Мне в целом очень нравится. Это очень интересно. Очень нравится играть военную тематику в оркестре. Очень интересно. Иногда приходится играть с солистами. Это тоже добавляет такой интерес. Мы выступаем много в каких местах. В музеях, на мероприятиях торжественных, посвященных Дню независимости и Дню Победы. 7 и 8 июня в Гродно пройдет 14-й республиканский фестиваль национальных культур. В этом году он объединит представителей 35 национальностей. А его главной темой, которая лит мотивом пройдет через все эпизоды, станет темой семьи. И в узком на уровне традиции отдельной маленькой семьи и в самом широком смысле слова. Когда под семьей мы понимаем нашу страну, толерантную, гостеприимную Беларусь. Много эпизодов фестиваля будет посвящено 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. По традиции начнется фестиваль ярким шествием участников, а затем на площади Советской пройдет торжественное открытие, которое поздно вечером впервые завершится молодежной дискотекой. Футбольный клуб Лида успешно провел матч 9-го тура чемпионата страны в первой лиге. В воскресенье на поле стадиона «Юность» наша команда принимала гумельский локомотив и одержала победу со счетом 2-1. Голами отметились Руслан Аскеров и Владимир Танкевич. В турнирной таблице Лида поднялась на третье место. Впереди БТ-2 и молодечная 2018. Внимание, розыгрыш! Подписывайтесь на «Лидскую газету» на третий квартал по 28 июня. Заполните купон участника игры и выигрывайте ценные подарки. Мы разыгрываем смартфон, планшет, беспроводные наушники, брендированную продукцию. Купон и документ, подтверждающий подписку на газету, необходимо предоставить в редакцию «Лидской газеты» по адресу улица Ленинская, 48 до 31 июля. Не упустите свою удачу. Розыгрыш призов состоится 5 августа. А у меня на этом все новости. До встречи завтра на Лида ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова